Швеция не является империей, она не имеет амбиции по захвату ближайших территорий, по колонизации датчан или норвегов, финнов и так далее. Поэтому в Швеции не происходит терактов, которые устраивало бы их правительство. При этом здесь бывают такие инциденты, когда, например... Гурон Гуронов. Чеченцы получили в награду за ультра-национализм чистокровных чеченцев во главе, которые убивают и пытают, как никто другой. Сколько еще нужно знамений от Аллаха, чтобы перестать считать себя ариями? Ну, я думаю, вопрос не ко мне, а к тем, кто считает себя таковыми ариями, как ты его выразился. Я не встречал... Точнее, я не встречал подобных, но это такие уникумы, которых, к счастью, не так много в нашем народе. Но в целом они, конечно, есть, я с тобой согласен. Но я не думаю, что из-за вот этих нескольких товарищей Аллах наказывает весь народ. Я думаю, проблема... Главная проблема Кавказа, это не вот эти вот люди, считающие, что мы являемся какими-то чистокровными, какими-то единственными потомками Нуха, алейсалам. Что от нашего языка произошли все языки мира там, ну и прочие люди. Или что мы вообще там хозяева всего Кавказа. Потому что есть такие индивидуальные персонажи, но из-за них наказывать весь народ вряд ли будет Всевышний Аллах. Зато есть другая проблема, из-за которой Всевышний Аллах наказывает народы. И это проблема многобожия, которая сегодня охватила весь Северный Кавказ. Вот это главная проблема. И это действительно повально. Если вот это вот какие-то единицы, то проявление многобожия, это повально на Кавказе. Сегодня вот эти зеяраты, обожествляемые, где предают Аллаху сотоварищей этих мест. В одной Чечне 130 там с лишним этих зеяратов. А если мы соберем все Северокавказские, вы представляете сколько их? Открытое проповедование многобожия с минборов мечетей. Вот главная проблема, с которой в первую очередь нужно бороться. С религиозной точки зрения. А все остальное, какие-то отдельные товарищи, чьи сердца поражены национализмом. Ну, это плохо, конечно. И это тоже нужно опровергать. Но это сейчас не основная, не главная проблема. И на Северном Кавказе Чечня не в топе проблем национализма. Я думаю, что в других регионах, в других республиках эта проблема ярче выражена, чем у нас. Ас-саляму алейкум, раматулла. Слышал ли об аресте сегодня поэта Шамиля Арбинина в Москве? Знаешь ли что-то о нем? Алейкум ас-салям. Кстати говоря, я прочитал эту новость сегодня, что задержан очередной, якобы, участник банды Шикхатаба и Шамиля Басаева за уничтожение псковских десантников. Но я не знал, что этот человек поэт, он, оказывается, писал стихи достаточно известный, как бы, человек. И, в общем, я не в курсе, кто это пока еще не успел ознакомиться с темой. Но само то, как ФСБ сегодня охотится за участниками того перехода на восток, во время которого и был уничтожен псковский десант, это тема очень серьезная. И вот те люди, которые как-то участвовали в этом переходе и сегодня живут в России, я думаю, им надо покидать страну. Даже если они в непосредственном штурме не участвовали, а были просто в самом переходе, их, скорее всего, обвинят в том, что они участвовали в штурме. Как вы видите, амнистия в отношении вас не работает. Вас обманули. Если кто-то из вас был амнистирован, типа Кадыра вам что-то гарантировал, как вы видите, эти гарантии не работают. Поэтому, скорее всего, таким людям надо покидать Россию. Очень опасно. За вами реально ведется сейчас охота. В том, что почему всячески отчерняют бывшего сотрудника полка Кадырова, который сбежал в Германию, и его называют наркоманом и должником людей. Ну а что им остается делать? Больше делать нечего. Опровергнуть факты, изложенные в новой газете, в статье новой газеты, в том числе и этим человеком, их, ну никак нельзя, как их опровергнуть. Показать этих людей живыми не вариант, они мертвы. Что-то придумать иное там как-то невозможно. В любом случае придется либо показать их живыми, либо указать, что они все умерли по каким-то естественным причинам. Что остается? Остается только облить грязью того, кто дал эти показания, сказать, что он плохой человек, а если он плохой человек, ну значит ему верить по сути нельзя. Это такая тактика. Знаете, там где проходит суд присяжных, обычно обвинение всегда вот таким трюком пользуется, применяют этот прием, чтобы создать у присяжных негативное мнение о подсудимом. Они начинают рассказывать о том, какой он там плохой человек, как он там избивал жену, там детей, допустим, если дело слушается, например, о каком-нибудь там мошенничестве, но в целом надо создать негативное впечатление об этом человеке и их начинают настраивать против него. Вот то же самое делает и кадыровская пропаганда. Очень много сейчас появилось всяких роликов про этого человека, какие-то люди, его кредиторы, которым он якобы должен деньги, он их кинул, уехал. Его же родственники, там дяди со стороны отца рассказывают, что он резко похудел, стал употреблять наркотики, стал брать в долг, начали приходить люди, требуют долги. И вопрос, а какое это имеет отношение к изложенным этим человеком фактам массовой казни людей, какое это имеет к этому отношение? Никакого. Это просто нужно у нас сейчас создать о нем вот такое вот, такое негативное мнение, чтобы мы сказали, а, наркоман брал деньги в долг, ну, человек плохой, поэтому ему, в принципе, не нужно доверять. А самый главный вопрос, а где те люди, 27 человек, они живы вообще, или где они? Может, они уехали куда-то на заработки? Покажите нам их. Конечно, нет, их нам не покажут. Так вот, Томсо, простые американцы Илья Дмитриевич Медведев, Екатерина Сергеевна Лаврова, Анастасия Витальевна Чуркина, Александр Викторович Виксельберг и многие другие возмущены словами Байдена о Путине. Но Америка свободная страна, где можно выражать свое недовольство словами президента, поэтому они пользуются этой привилегией. По-моему, все нормально. Я не вижу в этом проблем. И не только даже американцы, даже мы, не являясь гражданами Америки, можем свободно высказываться по поводу американского президента и его каких-то слов. Единственное, было, честно говоря, неприятно наблюдать за тем, как Эрдоган в реакции за Путина. Вот это было неприятно. Когда в Швеции произойдет столько терактов, как в РФ и Франции, полиция себя также будет вести. Чтобы в Швеции произошли такие же, столько же произошло терактов, как в России и в Москве, шведское правительство, как и в России, шведские спецслужбы должны их устраивать. Здесь спецслужбы в Швеции работают на безопасность своих граждан, а не для того, чтобы их убивать и развязывать какую-то войну. Поэтому здесь совершенно другая ситуация. Швеция не является империей. Она не имеет амбиции по захвату ближайших территорий, по колонизации датчан или норвегов, финнов и так далее. Поэтому в Швеции не происходит терактов, которые устраивало бы их правительство. При этом здесь бывают такие инциденты. Нет, нет, когда, например, идиловский какой-то сумасшедший въехал на грузовике, по-моему, въехал в толпу в Стокгольме. Было такое. Ну, преступник. Такое тоже как бы бывает. И, разумеется, это как-то меняет подход полицейских, они становятся бдительнее. Но в Швеции, тем не менее, не бывает так, чтобы тебя на улице проверяли, останавливали. Такие вещи не происходят. Потому что в целом государству это не нужно. У государства нет цели ужесточить жизнь, усложнить жизнь своим гражданам. А в России это есть, потому что Россия, она должна, она имеет свои имперские амбиции. Ей нужно держать в колонии, там, Кавказ, Татарстан, другие захваченные ею территории. А чтобы держать их под оккупацией, нужно постоянно имитировать какую-то угрозу внутреннюю, внешнюю. А как ее имитировать? Ну, естественно, нужны какие-то постоянные нападения, акты террористические. А кто их будет устраивать? Конечно же, сами российские спецслужбы. Отсюда и появляется рязанский сахар. А вот шведского сахара, как вы знаете, его нет. Субтитры создавал DimaTorzok